Зимовье зверей. Русская народная сказка. У старика со старухой были бык, баран, гусь, петух и свинья. Говорит старик старухе, давай петуха заезжим на праздник. Петух услыхал это и ночью в лес убежал. Старик искал его, не нашел. Решили свинью заезжать. Свинья услыхала и решила убежать тоже ночью, как петух. Старик искал, искал ее, не нашел. Решили барана заезжать. Баран услыхал и говорит гусю, гусь, пойдем отсюда, а то иначе они заезжут тебя и меня. И они ушли, а потом и бык. Летом было хорошо, но лето прошло и наступила зима. И бык говорит, да вот пойду к своим братьям. И пришел и сказал, пойдемте избу рубить. А они говорят, нет. Бык сказал, баран, пойдем. А он сказал, а баран сказал, нет, у меня шуба теплая, я так перезимую. Бык говорит, свинья. Свинья отвечает, я зароюсь под землю и перезимую. Говорит гусю. А он говорит, нет, я не пойду, я под елью просижу всю зиму. Бык и думает, плохое дело. Плохо дело. Но бык себе срубил избу и слышит. Бе, бе, пусти меня погреться, бык. А бык отвечает, нет, не пущу. Я тебя звал, а ты сказал, что у тебя шуба теплая. А баран отвечает, если ты меня не впустишь, я выбью дверь. И тебе будет холодно. Бык подумал и впустил барана. Баран слышит, хрю, хрю, впусти меня погреться, бык. Бык отвечает, нет, не впущу. Я сказал, пойдем рубить избу. А ты сказала, я закопаюсь под землю и перезимую. А свинья отвечает, если ты меня не впустишь, я подрою у тебя уголки под избой. И тебе будет холодно. И еще угли выброшу. Бык подумал и впустил свинью, а потом густя и петуха. И начали они жить, поживать в пятером. Услыхали волк и медведь, что есть такая изба. И они пошли в нее. Медведь говорит волку, ты иди первый, ты шустьяй меня. И он пошел. Когда он вошел в избу, бык настроился рогами и прижал его к сине. Баран начал бить по бокам, а гусь щипать. А петух кричит. Я его заезжу, я его подвешу. А свинья говорит. Ножи точу, топоры точу. Съесть же волка его хочу. Волк дергается, дергается, не может. Бык его держит. Все-таки он как-то выбрался, и медведь слышит крики. И рассказывает волк. Когда я вошел, там здоровый мужик меня прижал к стене. Поменьше мужик начал бить меня по сторонам. Еще меньше мужик начал меня щипать. Такой же мужик, который щипал, кричит. Я его заезжу, я его подвешу. А немного повыше, побольше мужик говорит. Ножи точу, топоры точу. Съесть его живого хочу. И больше медведь и волк больше никогда не ходили в эту избу. И рядом не ходили. А бык, баран, гусь, петух и свинья жили и живут. Все? Хорошо, молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова